И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня у нас очередная фигурка из моей старой коллекции. Она у меня уже очень давно находится. Я думаю, что эту фигурку можно отнести к раритетам в коллекционерном сообществе фигурок. Потому что ее на сегодняшний день можно найти, но по очень большой цене. И это, разумеется, Разиэль из Соло Ривера из Легаси оф Кейн. Давайте, как обычно, ознакомимся с биографией данного персонажа. Итак, как мы все с вами знаем, Разиэль персонаж из вселенной Легаси оф Кейн. Серия игры была создана в далеком 1994 году и началась с одноименной Бладоман Легаси оф Кейн. Игра рассказывала о становлении самого Кейна и его пути к власти. В 1999 году появился Сол Ривер. Игра была прямым спин-оффом серии и повествовала о совершенно иной части вселенной мира Кейна. А также другом времени и даже другом измерении. Итак, кто же такой Разиэль? Он был одним из шести самых лучших воинов человечества в войне против вампиров. Он лично сразил одного из древнейших представителей рода вампиров Януса и вырвал его сердце, что в дальнейшем сыграло очень важную роль во вселенной игры. Однако после победы все шесть воинов при странных обстоятельствах были убиты. Таинственным призраком, которым оказался сам же Разиэль, но из будущего. То есть он убил самого себя. Но это уже совсем другая история. Давайте не будем касаться временных аномалий в Лего Севгейн. Так как же человек стал вот этим? После смерти всех шести воинов положили в высыпальницы, где их и нашел спустя вроде как лет пятьсот Кайн, будучи одним из самых мощных вампиров своего времени. Он воскресил их, превратив в себе подобных, без памяти о своем прошлом. Он сделал их генералами своей армии. Согласитесь, как это иронично, воскресить самых величайших борцов с вампирами в образе вампиров и пустить их против своего же рода. Вампиры вселенной Лего Севгейн имеют свойство эволюционировать и деградировать. Так вот Рази эволюционировал. У него выросли крылья. По эволюции он превзошел даже своего наставника и создателя, самого Кайна. Он пришел на поклон к нему, дабы показать свою новую силу. Дальше можно спекулировать по-разному. По одной версии Кайн знал, что произойдет дальше и сознательно пошел на следующий шаг. По другой он испугался силы своего подданного и на всякий случай решил убить его. Он сломал крылья Резиэли и велел сбросить его в самый большой водопад, а проточная вода для вампиров смерть. Водопад был непростым местом, он был своего рода бездной, порталом в иной мир. Там в воде Разель в страшных муках сгорел заживо, и его бездыханное тело опустилось на самое дно. Однако покоя ему не дали, и его дух оживило некое древнее божество и дало ему второй шанс. Шанс отомстить своему убийце. Так появился призрак Резиэля, который мог проникать в физический мир, в местах, где грань реальности особо слаба. И если у него есть силы на этот переход. Итак, теперь, когда мы ознакомились с биографией данного персонажа, давайте же перейдем непосредственно к самой фигурке. Как я и говорил, фигурка у меня находится в коллекции очень давно, и она действительно старая. Я не скажу, сколько конкретно лет данной фигурке, но лет 8 точно. Как бы не больше. Поэтому это наглядный пример, как Нека раньше делала фигурки, и мы сейчас с вами вместе разберем его положительные и негативные стороны. Во-первых, давайте посмотрим на аксессуары, которые идут в комплекте с данной фигуркой. В комплекте у нас идет еще одна пара рук зеркальная. То есть, вот эта вот рука, она находится вот здесь. Значит, рука, в принципе, ничем не примечательна, если не считать того, что у нее есть отверстие вот в этом месте. Это для того, чтобы взять факел. Чуть позже поговорим более детально о факеле. Пальцы двигаются, и рука сжимается в кулак для того, чтобы крепко держать аксессуар. Сделано, в принципе, весьма-весьма неплохо. То есть, есть и детализация покраски его одежды, и покраска самих когтей. То есть, это белый цвет, плюс черное напыление, которое забилось в отверстие на лепке фигурки. И выглядит это очень классно. То же самое происходит и со второй рукой, но она лишена какого-либо движения. Это просто статичная рука трехпалая, ибо вампиры в Лего Севкейн трехпалые как раз-таки. Выглядит тоже весьма неплохо. Ничего особенного, просто неплохо. Далее давайте посмотрим на факел более детально. Вот, собственно, факел, о котором говорили. И он, как вы видите, вот он, этот штырек. Факел крепко крепится в руку. Заноза. Пардон. Факел крепко держится в руке, никогда никуда не девается. Выглядит весьма неплохо. То есть, тут есть как и текстура дерева, так и достаточно красивая покраска. И вылеплен сам огонь из прозрачного оранжевого пластика, хотя без дефектов тут тоже не обошлось. В целом, вы видели, на фигурке смотрится весьма неплохо, никогда никуда не девается. Но в случае падения фигурки с полочки или на полочке, факел всегда из руки вылетает. Далее, самый интересный аксессуар, это, собственно, сам Soul River. Он сделан из прозрачного бирюзового пластика, или даже цвет морской волны. Видимо, я так понимаю, что он с годами уже потерял свой блеск и лоск, потому что, как и говорю, фигурка очень старая. Но в целом, все так же выглядит классно. Приятная текстура его лепки, он с завитой такой, как и должно быть по канону. Он так же, вот в этом месте, он крепится на его руку. Именно на вот эту руку, которая в открытой ладони. Он может крепиться как с одной, так и с другой стороны. Вроде как это незаметно, но вот именно сюда он вставляется и держится очень крепко. Но, опять-таки, при падении с полочки или же на самой полке, если просто фигурка завалится, то он всегда вылетает. Но и это еще не все. У нас есть еще один аксессуар, который просто наматывается на руку и служит как прямое продолжение Soul River. Вот такой вот спектральный прозрачный завиток спиральный, который служит как продолжение меча, как уже и говорил. Ибо меч это часть самого Разиеля. Это часть его души, которая с ним едина. Поэтому, как вы видели, это выглядит очень, очень симпатично. Давайте посмотрим на саму фигурку более детально. У фигурки огрехов много и мы сейчас с вами все обсудим. Начать я хочу с самого главного, но это конкретно мне так сильно повезло. Это просто брак в фигурке. Когда ты покупаешь что-то по интернету, а я его брал именно с ebay, то ты не можешь проверить, что с ним и как. В любом случае. Вот здесь должен быть шаровой шарнир, на котором крепится голова. Но его нет. Поэтому голова на нем не держится. Однако, давайте посмотрим на его голову. Вылеплена она просто фантастически. Для старой фигурки лепка и покраска просто замечательные. То есть, вот эти все углубления, это действительно лепка фигурки. Это не покраска. Это лепка и сверху очень красивая покраска с перекатами цветов. Как видите, он яркий. Он очень красивый. И волосы покрашены. И это сделано замечательно. Я хочу обратить ваше внимание на его челюсть. То есть, даже мелкие черные линии есть и на зубах. И это выглядит просто фантастически. То же самое у нас происходит и с его плащиком, который крепится на самой фигурке. Он просто повторяет структуру тела фигурки. Поэтому никогда никуда не девается. Но держится ни на чем. Просто вот так. В принципе, неплохо смотрится, как вы видите. И покрашен тоже очень... Прошу прощения. Покрашен тоже очень хорошо. Есть перекаты цветов, напыление, потертости. Красиво закрашен белый цвет легким коричневым напылением. И он сделан из мягкой резины. То есть, в теории он движения не сковывает. Но я бы отнес это больше к статуэльке, нежели к фигурке. Нека раньше делала именно такие вещи. Давайте посмотрим на все это дело более детально. Итак, перед тем, как мы перейдем непосредственно к самой фигурке и к его детализации, суставам и так далее, давайте посмотрим на его размер. Высота резиэля 17,5 см. То есть, он весьма неплохого, среднего, хорошего размера для фигурок Неки. Но давайте посмотрим на фигурку более детально и поговорим о его положительных и негативных сторонах. Как мы уже с вами выяснили, вот эта часть лично в моем случае не держится. Но у фигурки есть еще одна интересная деталь, а именно это крылья. Крылья сделаны вот так. То есть, это просто огрызки, которые держатся на интересных шаровых шарнирах. Проблема в том, что оно очень-очень слабо держится. Как видите, отверстия не глубокие. Но надо признать, это металл. Это металл, это приятно. То есть, оно просто вставляется и держится вот как-то так. То есть, для того, чтобы придать его крыльям раскрытый вид, вам надо их аккуратно спрятать за спиной. Вот так. И только в этом случае он будет нормально стоять. Но тогда они будут чуть-чуть мешать его плащику. И, ну, в целом, да, неплохо-неплохо. Выглядит нормально. Но опять-таки, кому нужен Резиэль с открытыми крыльями? Крылья у него, как правило, сложены и служат строго для парения, ибо он не летает. Если я, конечно, ничего не путаю. Перекаты цветов, конечно, фантастически в целом. Фигурка очень-очень красиво покрашена, просто замечательно. Но вот как-то это... Даже не знаю. С какой-то стороны приятно, что крылья есть. С другой стороны, мне кажется, их можно было вот в таком виде сделать единым куском и просто как-то приделать на спину. Но... Ладно. Присутствие аксессуара лучше, чем его отсутствие. Просто вот эти вот огрызки, они немножко неприятны. Ни больше, ни меньше. Давайте посмотрим на него более детально. Как вы видите, детализация у него, конечно, очень-очень классная. Урок анатомии по нему вести можно. Так как сгорело у него абсолютно все, кроме мышц, сухожилий и костей. И вот это выглядит вот таким вот образом. Волокна, конечно, прорисованы просто фантастически. Очень красиво это все покрашено. Есть напыление. Без дефектов покраски не обошлось, разумеется. Но в целом очень-очень годная работа. Мне нравятся яркие синие цвета с темными перекатами для придачи объема. С светлыми местами. И в целом фигурка выглядит очень красиво. То есть он действительно красивый, действительно интересный. Давайте посмотрим на его суставы. В плечах установлены обычные петли, которые позволяют плечу подняться вверх до вот такого состояния. И, разумеется, вращаются вокруг своей оси. В бицепсе установлен сустав, который позволяет бицепсу вращаться вокруг своей оси. В локте установлен одинарный сустав, который позволяет локтю гнуться вот так. И все. Но он чуть-чуть выгибается назад. Ну, не баг, а фича, да? Далее. Мы видели с вами суставы его съемных рук. Поэтому рука вращается вокруг своей оси. И вот как-то вот так вот ходит. Нет особой свободы действия, но хотя бы базовое движение какое-то присутствует. Как мы видели, определенные руки могут сжиматься в кулак. То же самое происходит у нас и с другой стороны, но эти пальцы лишены суставов. Далее в диафрагме фигурки вот это плечо намного более тугое. Вот это вот НЕКО. Вот это раньше делало НЕКО такие фигурки. В диафрагме установлен сустав, который позволяет фигурке вращаться вокруг своей оси. Из-за крыльев давайте не будем его вращать. И нет, из стороны в сторону и вперед-назад он практически не ходит. Далее в ногах. В поясе сустава нет. В ногах установлены суставы, которые... Смотрите сами. Он может поднять ногу вот таким образом. Выше она не поднимается. И вперед оно двигается вот... Не вперед, а оно вот так вот поднимается. И что это я не понимаю и зачем. Короче, и в ногах суставов нет. В основании ног. В колене свободный сустав, который позволяет колену хорошо гнуться. Хорошо, действительно хорошо. Одинарный сустав. Далее в надкоснице сустава нет. Хотя можно было засунуть в ботинок сустав. И щиколотка в теории двигается, но за счет вот этого... За счет вот этой брони и все. То есть какая-то претензия на движение есть, но оно не двигается. Но и это еще не все по недостаткам дизайна фигурки. В ногах есть отверстие, однако тут есть углубление внутри самой ноги перед тем, чтобы перейти к отверстию. Из-за этого штырек стандартный нековский, то есть фигурка неки и подставка от неки. Понимаете? То есть фигурку очень, очень сложно поставить на какой-либо постамент и как-то закрепить. Стоит он в принципе неплохо, но за счет того, что Soul River достаточно длинный, иногда перевешивает и просто какие-то банальные вещи, что какая-то одна фигурка упадет, потянет за собой все остальное. Вот вроде как и все, что можно сказать о данной фигурке в рамках обзора, для того, чтобы просто показать его суставы, покраску и в целом реализацию фигурки сделано. Весьма, весьма неплохо, но достаточно приличное количество огрехов и проблем. Но я предлагаю нам об этом поговорить уже в заключительной части видео. На этом, я думаю, основную часть обзора можно закончить и перейти к итогам. Итак, подводя итоги этого видео, хочется сказать, что фигурка Рызеля получилась, конечно же, спорная. Вы сами видите его небольшие огрехи и проблемы. Но раньше Нека делала именно такие фигурки, которые вроде как красивые, красивая покраска, но с суставами и с реализацией все очень плохо. У меня есть очень старый хищник от Неки и чужой. У них та же самая проблема. В целом фигурка неплохая, но реализация совершенно бездарная. Фигурка не стоит, фигурка падает, суставы плохие, материал не очень. И в целом вроде как все неплохо, но в общей картине, конечно, проблемы есть. Стоила ли фигурка своих денег? На момент релиза он стоил, как и все фигурки от Неки, около 20-30 евро. В зависимости от фигурки и ее редкости. То есть за свои деньги, да, это определенно очень классная вещь на тот момент, когда он выходил. Сегодня, конечно же, все другое. Я, к сожалению, не успел купить Кайна. Из этой же линейки они делали еще и фигурку Кайна. Но фигурка была, как по мне, так еще хуже, чем Разиэль. Он очень плохо был покрашен. И цена у него улетала намного, намного выше, чем у самого Разиэля. Очень жаль, что вселенную закрыли. Возможно, когда-нибудь Square Enix смахнет пыль со своих старых активов. Перестанет клепать только Final Fantasy. Вспомнить, что есть еще Legacy of Kain. Возможно, как-то перезапустит и вдохнет новую жизнь в эту игру. Потому что вселенная была определенно очень-очень классная. На этом, я думаю, можно и заканчивать у данной фигурки. Небольшая маленькая ремарочка. Я думаю, это было слышно. Но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение. У меня новый микрофон для обзоров фигурок. Поэтому приходится говорить намного тише. Ибо микрофон очень чувствителен. Был бы очень рад услышать ваше мнение по поводу всего этого дела. И ваши комментарии. Ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику на YouTube. Либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам понравилось данное видео. И вы хотите увидеть еще обзоры фигурок. А также много гиковой всячины. То подписывайтесь на канал. Жамкайте на колокольчик. Дабы не пропустить обновления. Если же вы хотите помочь данному каналу о развитии. То подписывайтесь на Patreon. Там видео выходят чуть-чуть пораньше. И мы обсуждаем там будущее канала. Что будет выходить следующим. И куда будем развиваться. На этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам. И не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.